Стоят по-прежнему. Тразор четвертый левел. Не обращают просто на него внимания пока. Ну тут борьба за руны идет. И на этот раз видите руна наверху была. Или где была руна? Кто ее забрал? А, забрал. Опять Кранич. Забрал. Инвиз. Молодец. Хорошо. ЦМ-ка подбежала. Дала нову в Кранича. Но вот есть у него руна. Он законтролил руну. Просто молодец. Что могу сказать? Что могу сказать? Плохо. Плохо, короче, дела. У команды Too Late поначалу. Они 0-1 проигрывают и проигрывают по сути все линии. Реально. И это плохо. Это очень плохо. Так. Давайте посмотрим, что у нас третий левел Вич Доктор. Лич тоже третий. Что у нас у Разора? У Разора 28 на 5. Скоро будет уже Авангвард. Уже даже есть деньги на него. Шекер здесь просто стоит для сейва. Лич подходит сюда на линию. Будет, наверное, попытка сейчас распушить линию или нет? Нет. Не хотят они пушить линию. Базила выключена. Да, линия не будет пушиться. Все спокойно. Здесь пак 6-й левел и Алхимик 6-й. Алхимик монетка 1-го левела на 6-м уровне более-менее нормально. Пытается как-то Вич Доктор с ЦМкой что-то придумать. Но пока они просто полный юзлес и ничего они не могут сделать. Ой-ой-ой, еще и в инвизии здесь, вы видите, ходит Кранич. Шекер. Шекер подошел, не дал стан. Не смог закрыть здесь Биста. Вовремя ушел Бистмастер. И получилось так, что не смог там Кранич его как-то накрыть этим ультом. Что-то что-либо сделать. Саша красив. 9-0. У него 100. 5-й левел уже взял. Ну, в принципе, скоро будет Голем. Более-менее здесь Лич 4-й левел. Пак тем временем у нас 6-й. Скоро будет 7-й. Алхимик тоже 7-й. Бросил тучку. Пытается пушить как-то по чуть-чуть линию. Ну, хорошо, что вот этот тавер стоит. Очень хорошо для Тулейт. Поэтому они не пытаются... Здесь Таффу Визардрай. Это будет Некра. Тоже правильно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нужно быть осторожным. Какой-то пролаг у меня прошел в игре. Пролаг в игре прошел маленький, но все нормально. Сэв забирает еще одну хосту. Здесь пак уже далеко за тавером. Алхимик в ульте. Дальше распушивает линию. Вот сейчас скрипами нету Глэйв Троуэра и в этой пачке нету Глэйв Троуэра. Таффу вряд ли убьет. Нужно очень быстро распушивать линию в миде. Стант Шейкера будет или нет на хосте. Бежит Кранич. Стант прошел в СМ-ку. Ну, ловите его. Ловите его там. Хорошо. Здесь Бессмастер еще с ультом. Шейкер сам себя закрывает. Да ультани ты в него. Ульт. Ой-ой-ой-ой-ой. Шейкер отпускает лоу-хп, зато забирает Кранича. Нет. И Кранича таки забирает. Орех прилетает ему в голову. Ушел Шейкер. Забили на него. Просто оставили 10 хп. Но Кранич сильно далеко зашел. И Орех. Орех прилетает ему в голову и убирает Кранич. Здесь Тавр пушит. Тем временем Окс Мосс. Это, конечно, фейл команды из Чехии только что был. Вокер пушит линию. 1100 голды. Монетка первого левела по-прежнему. Тавр нужно этот хотя бы заденайить. Разор седьмой левел. Тут возьмешь шестой после этого крипа. Вот этот крип будет шестой левел. Будет голем. Все нормально. Давай, давай, давай. Есть ТП. Хорошо. Сейчас будет голем. Вот будет. Есть голем. Все. Ловите. 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 Двоих желательно. Разрешайся. Здесь бежит еще ЦМка. Хорошо. Голем. Лича лови. Лича лови. Все. Бьют Разор. А Разор умрет. Умрет Разор. На нем еще и Маледикт висит. Если я не ошибаюсь. Маледикт первого левела. Неужели не умрет? Нет. Не умрет. И Лича оставили просто. Что это за бред? Нет. Все-таки Лича поймали. Лич тут никуда не уйдет. Должен быть счет в 2 в 1. Тычка. Ну разряжайся же в него. Вот. Тут еще бежит пак. Если он досадный. Будут проблемы. Лич спрятался. Вот. Разряжается. Зажимает здесь. ЦМка. Минус будет. ЦМка заныкалась. Да. Минус ЦМка. Здесь Варлока. Сэф подходит. Рассказ-то Сэфа сейчас будет. Закончится ульт у Алхимика. Как же они вовремя заканчиваются ульт. Минус 1. Ой-ой-ой-ой. Минус Вишдоктор. Минус Варлок. Алхимик уходит на ЛУХП. 2-4. Как же все вошло неправильно. Из-за того, что не убили Розора, который дома уже себе спокойно. Долго он много вытанковал. И в итоге все влетело в Розора. Не понимали, кого бить. Били разных людей. Ах. Беда, беда. Бесмастер. 1400. И все. Печально. Шейкер у нас внизу. 800 голды уже. Вы знаете, с такими темпами в 20-й минуте будет уже с Даггером. И будет у него все работать просто великолепно. Пытается запушить здесь Таверокс Мозы. По лесам уже бегает Бесмастер фармить себе на Некра. Вот. И ТП домой. Некров еще нету. Или есть? Или хватит денег? По-моему, не хватит. Покупает еще стик. Покупает ТПшечку. Но потом будут Микрономиконы. Внизу отдают Тавер. Или будет все-таки сейв. Шейкер стоит здесь. Сильно далеко ЦМК. Нет, никак не успеет. Шейкер. Ну Тавер. Буду дефить хоть как-то. Ну нет. Раззору просто дают Тавер. Еще дают Вич Доктора. Нет. Вич Доктора все-таки уходит. Хиляет его. Он включает свой хил. И Бес. Хорошо. Раззор Шейкер ультует. Так как четко. Минус Вич Доктор. Раззор. Опять фокус в Раззора. Раззор выживает. Выживает Лич. Поплевывает. Не знает, что делать. Здесь потерялись все игроки в разные стороны. Просто разбежали. Здесь же Пак. Пак. Кстати. Правильно здесь написал. В Апсах. Фауз. Пак. Ой-ой-ой-ой. Поставил ульт. Но тут Бестаун не умрет. Не убьет. Да. ЦМка. Спасает его. Шейкер тоже здесь. Подтягивается уже сюда СФ. СФ это опасно. Алхимик в миде. Забил на это болт. Сюда кто-то летит. Голем должен быть у Варлока. Вот через 5 секунд. Вич Доктор вернулся. Они не фуловые. Нет ульта. У Лича ульта еще нет физически. Потому что 5 левел. Дает он Фрост Армор. Стан Шейкера. Алхимик. Алхимик бежит. Давай накручивай в кого-то. Нет. Побоялись. Побоялись пойти. Не знаю почему. Но побоялись. Вич Доктор. Вич Доктор здесь наверху. То есть возле Тавра внизу. Просто пытается пойти разведать. Лич. 30 хп уходит. Шейкер тоже без маны уходит. Здесь СФ. Здесь СФ. И боятся кого-либо зацепить. В миде Бист фармит. Бист уже купил себе Некра. Должны уже сейчас они ему лететь. Да. Вот. Летит Некр на Микон. Еще чья-то Плэйнс Фокер Клаак. Не знаю чья Плэйнс Фокер Клаак. Бист у нас с ТПшечкой. Если что. Да. С ТПшечкой. Ну. Ну. Что это такое. Не умеешь управлять курицей что ли. Появились Некра. Некра. Это хорошо. Это дополнительная мотивация. Покусить вот этого Шейкера. Закрывает. Двоих. Двоих. Но не сильно далеко он так закрыл. Клака прилетела. А. Волкеру сюда. Ну. Мы просто потусовались в четвером здесь Чехии. И разошлись. Тулейт побоялись выйти из-под своего Таура. Хотя у них есть Голем. Вот. Птица полетит в разведку или нет. Ну. Тут Крипы куда затусовались. Шейкер. Вот. Нашли. Вот. Хорошо. Разряжай в него. Пятисекундную. Ну. Разрядишься или нет. Ой. Взорвалась в полете. Включай ульт. Включай ульт. Пытается убежать. Пытается убежать. Здесь же Варлок рядом. Тут же Некра побежали. Давай минус ману хотя бы сделай. Хоть что-то сделай. Ну может. Просто они. Он даже не пытается контролить этих Некрономиконов. Они боятся. Они не знают что делать. Они просто пятеро как ста доходят. Что это за паровоз Джан? Что вы ходите по чуть-чуть? Нападайте. Взрывай. Почему чувак просто пошел. Накастовывает 5 секундный стан. А вся вот эта вот губ бригада стоит и ждет. Движуха Пепси. Алло. Ребята. Если стоять на месте. То тут ты не выиграешь. Тем более за 52 минуты 39 секунд. У Пака Даггер. Даггер. Он стоял против триплы на хардлайне. Ну что это за бред? Блин. Беда. Беда конечно. Но ничего страшного. Могут в принципе еще и справиться. Кранич купил себе. А угракс. Нужно просто хорошо драться. Нужно просто не бояться. Они боятся. 15 минута игры у нас пошла 5-2 в пользу команды из Чехии. А за счет вот этой вот идиотской драки здесь пак. Здесь пак. И вот бисмастер сейчас его увидит. Пак с регеном. Вот. Нашел. Нашел. Сбей ему хоть реген. Хорошо сбил реген. Ну в принципе он уже был фуловый. Тут кабана. Кабана еще вот этого изнасилует. Кабан. Бежать. Бежать. Здесь разор пришел. Убили кабана. Молодцы. На пару. Эти два пацана делают самое полезное, что они могут сделать вообще в игре. ЦМка дает третью ауру. Вичдоктор вообще ничего не дает. То есть он даже без тапка. Ну зачем же брать Вичдоктора, если вы с ним так плохо играете, не реализовываются. Они просто вот действительно часто бывает такое вот у молодых команд, что они вот даже знают, может, что вот сейчас неплохо было бы пойти, что сейчас неплохо было бы напасть, но почему-то бояться. Вот. Оксмос. Разор. Разор танкует. Разор. Есть накидочка. Есть вангвард. Базилов. Фейсбутс. Есть 12 армора. Ну в принципе он вытанкует очень плотно. Под фрост армором нереально плотно. Видите пассивка левел 4. Кура висит, не летает, просто висит. Ну контролить было бы неплохо. И опять взрывается алхимик у нас. Опять взрывается алхимик. Есть у него тоже вангвард. Есть тапок. Есть 10 левел. Пока 11 нет. Тут далеко. СФ. СФ фармит на БКБ. Скоро оно у него будет. Вот цепляйте же вы его. Вот под словом. Все цепляйте. Лучше шейкера. Ну и опять взорвется алхимик. Все-таки раскастовался здесь алхимик, но сильно далеко. Бестмастер. Ой, ну что это? Ну какой ульт? Просто. Ульт лича летит. Раз, два, три, четыре. Ну отойди ты от этой ЦМки. Ну что это за бред? Это просто какой-то паб. Ук и рум 244. Ну что вы делаете? Ульт лича летит. Почему вы идете в кучу прямо к ЦМке? Ну как вообще так можно тупить? Я в шоке. Это у нас на Ultimate Gamer играла команда школьников по КСу. А мне и то не так тупили. Ну что же это такое? Это что, мандраж? Или, не знаю, руки выросли оттуда, откуда ноги должны расти. Ну блин. Как так? Как? Первую же игру играли нормально. Они против Na'Vi играли. Они показали, что они умеют играть. Ну что же это такое-то происходит? Врывает сюда пак, забирает Рошана. Те временем чехи. А эти пацаны будут бить Тавр. Эти пацаны будут бить Тавр. Они даже не подозревают, что могут убить Рошана. Нет, тут видите. Отвлекли они. Вот птица заметила всех. Молодцы. Что? Бежать. Давай. Бежать. Кабана забили. Все нормально. ЦМка спасает. Пак врывается. Убивайте его. Ну с разворота. Дай ему новую. Дай ему колбу. Пак. Сайленс. Хоть убей этого шейкера. Ну. Два удара по шейкеру. Ну хоть кто-то поможет. Ну дай топоры. Ну дай что-нибудь. Дай стан. Вещдоктор встряет. Включает хил. Просто идет и умирает. Тулекс минус. Тонечек минус. Бист. Который все-таки ворвался. 10-2. Что я могу сказать? Это провал. Ну. Хорошо же играли первую игру. Почему-то во второй игре полностью потеряли концентрацию. Делает огромные глупости просто. И действительно чувствуется какая-то, наверное, минус мораль. Потому что, ну, играет из рук вон плохо просто. Шестой левел сейчас берет у нас ЦМочка. И ульт хоть вкачает. Нет. Но у второго левела. Ну, в принципе, нафиг ульт. Все равно и не дадут его вкастовать. Седьмой левел, тем временем, улича. Он уже один свой ульт дал. Такой нелепый. Просто вообще. И как он этим ультом еще умудрился кого-то убить? Это уму непостижимо. СФ, БКБ. Есть ПТ-шечка. Пустая банка. 1700 голды. Шейкер. Денег нет. Даггера тоже нет. И не пахнет. Но, в принципе, понятно. Здесь будут убивать алхимика. Ну, и убьют. Я вам скажу по секрету. Раз. Два. Много. Сейчас пак прыгнет. Даст. Сайленс. Нова. И СФ подойдет. Даст два койла. Раз. А, нет. Раз. И где второй? Где второй койл? Нет, не попал второй. Ну, сейчас будет еще одна новая отлича. Или арбом. Да, вот новая отлича. И арбом поглошен забрать. А, шейкер. Тоже хорошо. Шейкеру деньги больше надо. Даже ульт не включал нас алхимик. Потому что понимал, что он просто безнадежно. Ситуация у него разор. Тем временем. 1300 есть худ, есть вангвард. Формит себе сколько хочет. Рошана, в принципе, можно не... А, эти опять решили пойти по миду, да? Три воина. Некропервые. До вторых еще далеко. Ну, даже если будут вторые толку, если ты их не контролишь. Вот приходит шейкер, дает стан по-троим. Кабан бьет тавер. И все. А, СФ тут в инвизе. Ой-ой-ой-ой-ой. Бедный вещдоктор. Вдруг откуда не возьмись. Ой-ой-ой, как шейкера тут поймали. Еще. Умрет? Да, умер. Ай! Ай! Ай, что делать? Минус. Тут разор. Ай-яй-яй. Один в один. Ну что, нормально. Шейкера убили. Молодцы. 12-3. Некра побежали. Кого-то резать. Не знаю, кого он кого-то резал. Здесь пак тем временем пушит. Вот этот пак стоял против триплы на соло сложной. Ну как? Как можно было столько нафармить против триплы? Что делал всю игру этот вещдоктор? Он должен был стоять здесь. Убить этот тавер. И вообще пака не выпускать. Чтобы пак здесь стоял левел 2. И не видел крипов в своей жизни. Нет, вещдоктор что у нас сделал? Он тут постоял. Вот пошел вот так вот. Вот сюда. Здесь отдал ферсблад. Потом вернулся сюда. Постоял. Потом пошел сюда. Умер. Потом еще где-то потусовался. Ну, то есть. Чувак просто ходит по карте и умирает. Ну, непонятно. 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 Как говорил Александр Арева. Непонятно. То же самое делал он. Поинт бустер купил разор. Пошел он танковать уже Рошана. Сейчас Рошана они, конечно же, убьют. Ворлюша, конечно, у нас с Големом. Но он туда не пойдет точно. Бесмастер фармит. Вот все они фармят. Цемка тоже фармит. На фармила уже целый сапог. Ну, и Алхимик. Алхимик 1800. Я так понимаю, он планирует сделать радианс. Но. Будешь ли ты стримить ТР? Последняя я повторяю. Нет, не буду я стримить ТР. Потому что эта игра почти ничего не решает на турнире. На пик лиге у ТР непонятно какой состав. И я хочу поехать на футбол Динамо Бешикташ на стадион. Игру ДТС против Юник я тоже стримить не буду. Потому что она начинается в 12 ночи по Москве. Не очень хочется. В 12 ночи по Москве комментировать игру по доте, так сказать. Я еще накомментируюсь. Напомню всем, послезавтра с самого раннего утра и до позднего вечера, до ночи. Может быть, как в прошлый раз, до 3 часов ночи. Asus Winter 2011. Первый Asus в этом году. Серьезная обещает быть битва. ДТС, Нави, ТР, Казахская команда, ОСПЛ, GameZone и другие много-много интересных команд. Не пропустите. Не пропустите. Просто пока самый интересный ивент в этом году. Разменивается товарами. А нет, вы смотрите. Еще и ZedGlyph. Ну, это ненадолго. Сами заберут очень быстренько товар внизу. И, возможно, вы знаете, даже пойдут дальше. У них есть Aegis. А нет, SF летит в мид. SF летит в мид. Сейчас не будут забирать. Здесь Алхимику отдали товар. Алхимика 2500 с такими темпами. Но рано или поздно, вы знаете, он накопит все-таки на Radiance. Ой, а что тут внизу? Неужели битва-драка? Пак, врывается ульт на троих. Вич, Доктор Хилл, включи, придурок. Ну, ульт лича летит. Оп, оп, ЦМ-ку сбрило. Оп, по крипам. Здесь Шейкера хотя бы забрать. Минус 2. Крипы бьют Шейкера. Шейкер идет ультовать. И зайдет же, и ультанет же. Ну, конечно. Ну, тут добьют, конечно, големы этого Шейкера. Да, трипл килл делает Тулекс. И еще летит сюда за... А, Пак еще и врывается. Да, Вич, Доктор убивает уже на базе Варлок. Здесь Кранич. Ой, ой, Орехи. Давай, 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 Некрономиконами. Хорошо, убил, убил. Он убил Некрономикона и умер просто от этого. Ну, потерял Эггис, ничего страшного. На базе уже убивают ребята из команды Оксмос. Тулейтов. 17-4 счет. Ну, что, вы знаете, эта игра, скорее всего, уже закончена. Поэтому давайте маленькие анонсы. Стрим завтра. Завтра с обеда. Послезавтра Асус. А завтра мы вспомним историю Асуса. Как обычно, в моем исполнении. День перед Асусом. История Асуса. Год 2010. Интересные матчи. Возможно, будем общаться с какими-то интересными ребятами. Теми, кто будет еще не в поезде или не в самолете. Ну, и готовиться, будем так сказать, к Асусу. Самые интересные игры прошлого года мы посмотрим. Обязательно финал квалификации на СВЦ. Обязательно матч ПГГ против Na'Vi на прошлом Асусе. Возможно, посмотрим еще матч питерской команды против ДТС. Когда вы помните, там невероятный был камбэк в исполнении ДТС. Может быть, посмотрим игру, где команда Планета Икс с Тинкером на первой минуте забирала Рошана против ПГГ. Ну, то есть, вы понимаете, много-много интересных игр. Завтра, честно говоря, я не знаю точно, следите за моим сообщением в Твиттере и на сайте. Я, конечно же, сообщу, во сколько будет трансляция. Это будет завтра. Готовимся, так сказать, к Асусу. Ну, и в субботу, в субботу, начиная с 10 утра по Киеву, с 11 по Москве. Стримы, наверное, начнутся около 12. Асус Winter 2011 не пропустите. Главное событие зимы в Украине и России. Этого пропустить нельзя. Ну что, возвращаемся обратно к игре. Intel Challenge Super Cup. Тяжелая ситуация для Too Late. Ой, ну смотрите, тут пак просто в соло насилует алхимика. Нормально? Еще ульт поставил. Ну, ульт же, включи вас. Ой, да, он же, ну, боже. Ну, включи ульт. О, боже, я не могу на это смотреть. Мама, роди меня обратно. Он бы еще завтра этот ульт включил. Здесь бисмастер побеждать пришел. Ой-ой-ой-ой. Ловят еще и Варлока. Минус Варлок. 21. 4. А, тут Воин сзади. Воин! Победа! Это просто победа. Вичдоктор пришел и всех победил. Минус 4 на очередной раз. 22.4. И Норман пишет. GG. Проигрывает команда Too Late. Свой второй матч. Ну, спасибо им за игру под номером 1. Они действительно показали, что они могут. И они действительно показали, что если, если им будет помогать кто-то, грубо говоря, если они наберутся опыта, они перестанут, вот эта вот дрожь в коленках у них пропадет. Все будет нормально. Эта команда нам покажет еще один матч. Я думаю, вот первой игры мы обязательно, я залью его на YouTube прямо сейчас, мы его обязательно посмотрим, потому что лично она мне очень понравилась. Я ее даже сам хочу пересмотреть. Ну что, начиная с 4 часов дня, последних 7 часов или сколько, последних 5 часов. А все потому, что Вилат посоветовал кентавра, да. Последних 5 часов в эфире с вами из студии Киберарены был Вилат. Услышимся завтра на трансляции про историю Asus. В субботу у нас Asus, ну и со вторника целый день я буду в эфирах комментировать для вас в прямом эфире Intel Extreme Masters по второму StarCraft. Сегодня в 22.30 по Москве, в 21.30 по Киеву на канале Евроспорт 2 смотрите передачу о Intel Extreme Masters в Киеве на телеканале Евроспорт 2. Будет интересно, сам ее посмотрю обязательно. Ну и услышимся с вами завтра в прямом эфире. Воды, конечно же, будут залиты на YouTube чуть-чуть позже. Найти мой YouTube очень просто youtube.com slash v1lat. Следите за последней информацией на Twitter.com v1lat. Ну что, всем спасибо. Пока. Играйте в доту. И помните, что не нужно сильно много играть в доту. Нужно, главное, учиться, работать и хорошо жить. Всех еще раз со вчерашним праздником. И до встречи завтра. Пока.